меня зовут Вегений Савицкий сегодня мы с вами разберем торговую систему которая основана на индикатор мы сиди зигзаки уровня фибоначчи так часто понимаю слышно до плюсики пошли хорошо в принципе можем сразу начинать с разбора торговой системы на функции уже можно будет поговорить по вопросам которые будут возникать и так какому разряду торговых систем это относится это не трендовая торговая система фуэтовая торговая система хотя можно частично отнести к некому боковику эту торговую систему все же это торговая система является контртрендовая то есть мы работаем всегда против текущего движения поэтому эта система лучше естественно будет теперь будет работать на акциях потому что форекс валютный рынок имеет свойство постоянно двигать вверх-вниз то есть акция например имеет свойство постоянно расти на каких-то новых новостях валютный рынок постоянно двигаться хаотично то чтобы хаотично а движение коррекция соответственно если мы работаем против тренда то получается что у нас есть возможность заходить в точки развор на рынке то есть основная прибыль от этой торговой системы это либо вот такое коррекционное движение либо вот эта точка разворота то есть где у нас эта точка может появиться неизвестно но зачастую это будет либо коррекционное движение либо это будет какой-то на самом деле хороший разворот уже текущего тренда но как примеру в этой ситуации что нам нужно для того чтобы найти эти точки входа во первых если мы работаем против тренда то есть если мы работаем против текущей тенденции нам необходимо для начала определить эту самую тенденцию она у нас есть на графике или нету потому что если какой-то тенденции как таковой мир то есть нету тренда и разворачивается там не поэтому и торговать там непонятно куда а для того чтобы определить тренд мы будем использовать стандартный индикатор мы сидим просто индикатор макт и и каким образом мы будем определять тренд определяют тренд мы будем наличие KRIST vagy миндегатор выше либо ниже нулевой Если у нас индикатор MACD будет находиться ниже нулевой отметки, то это будет сигнализировать нам о том, что тренд на рынке нисходящий. Если индикатор MACD будет находиться выше нулевой отметки, то это будет сигнализировать нам о том, что тренд, соответственно, восходящий. Далее, мы определили, что у нас тренд здесь, на вот этом участке восходящий, а на вот этом участке тренд нисходящий. Получается, что здесь мы должны искать, вот на этом графике, мы должны искать точку входа где-то там на продажу. Соответственно, с вот этого момента мы должны искать точку входа на покупку, то есть против текущей тенденции. И что мы можем увидеть? Что на продажу у нас была только одна точка, вот в этом месте. На покупку у нас было на самом деле несколько точек. То есть здесь 70 пунктов, в этом месте 60. Казалось бы, маленькие движения по 60, по 70, то и по 100 пунктов были откаты. И одно движение развернуло уже весь рынок. Ну, не чтобы весь рынок, а развернуло колоссально. Движение на пунктах 300. Нам, для того, чтобы работать против тренда, ведь каждый понимает и вас учат тоже там на разных вебинарах или на разных книгах, что тренд наш друг и работать против текущего тренда опасно. Ну да, на самом деле тренд наш друг и лучше безопаснее торговое направление тренда. Но проблема в том, что мы узнаем о тренде уже на последней выставке завершающейся. Вот поэтому иногда бывает проще зайти в новый тренд, либо в коррекцию этого тренда, чем нежели заработать на формировании самого тренда. Для того, чтобы встать против рынка, чтобы встать против текущего движения, нам необходимо найти некое место в этом тренде. То есть найти то место, где текущая тенденция начинает сдавать позиции, и уже вот-вот-вот может наступить разворот этой тенденции, либо, по крайней мере, может пройти хорошая коррекция. И вот это вот слабое место, то есть момент разворота, мы также определяем с помощью индикатора МСД. То есть индикатор МСД также нам указывает на то, что сейчас продавцы уже гораздо слабее покупателей, и в каком-то из этих мест скоро произойдет либо сильная коррекция, либо, в принципе, произойдет разворот. Либо боковик может пойти, то есть набор очередной позиции, и потом снова продолжение этого движения. Но каким образом нам показывают индикатор МСД? Он показывает простым способом, который, в принципе, все знают, это конвергенция и дивергенция. Как только на рынке начинается расхождение между ценой и индикатором, это есть те потенциально слабые места, в которых может произойти разворот, из которых цена уже будет идти в обратном направлении. Наша задача, то есть мы нашли вот эти места, мы определили потенциальные места, в которых может произойти разворот, но нам нужно теперь найти конкретную цену, с которой может пойти этот разворот. То есть, да, мы можем банально взять дивергенцию по дивергенции. Появилась дивергенция, и вот в этом месте открывать позицию на покупку. Вопрос только, где ее открывать, потому что дивергенция у нас появилась уже на вот этой свечке. То есть на вот этой свечке уже была дивергенция. И у нас раз, два, три, четыре, четырехчасовых свечки. Это получается 16 часов, еще цена падала, и тем, как пошла наверх. То есть да, можно предположить, что открывать позицию на пробой там предыдущего максимума, либо еще какой-то метод придумать по дивергенции. Но зачем гадать, если можно взять инструмент, который укажет на конкретное место, в котором можно открыть позицию, то есть в котором можно попробовать взять либо разворот тренда, либо взять начало какой-то хорошей коррекции. И этим инструментом является Fibonacci. Но для начала вам необходимо подстроить уровни Fibonacci под текущую торговую систему. То есть изначально уровни Fibonacci будут вот такими. Вот они. Нам же необходимо все лишнее отсюда убрать, все лишнее для этой торговой системы и добавить свое. То есть все, что находится между нулем и сотней, мы все это удаляем. После чего 161.8 можно в принципе оставить. Остальное мы тоже удаляем. И нажимаем кнопку добавить. При этом пишем 1,3. Уровень называем 130. Нажимаем ОК. И у нас появляются вот такие три уровня. Ну, четвертый уровень постольку поскольку. Давайте его удалим, чтобы он не далека у нас удалить. ОК. После чего нам необходимо наложить уровни Fibonacci таким образом, чтобы они указали на точку входа. Те, кто торгуют уровнем Fibonacci. Обратите внимание на то, что мы не ищем здесь уровни коррекции. Поэтому и уровни Fibonacci мы накладываем не так, как вас учат на учебниках, либо в каких-то других торговых системах, где вы ищете уровни коррекции. Мы здесь ищем точку входа. Поэтому нам для того, чтобы найти точку входа, где-нибудь вот в этом месте, необходимо найти импульс. Вот это вот движение. То есть импульс вот этой дивергенции. Начало импульса у нас было вот в этом месте. Соответственно, завершение импульса. То есть вот у нас момент, с которого пошла дивергенция. Вот этот вот максимум. Это у нас вот этот минимум. Вернее, вот этот минимум, он соответствует вот этому минимуму. Мы сюда ставим 100%, а 0 выставляем на начало импульса, то есть на вот эту вершину. После чего мы видим, что вот в этом месте произошло касание 130 уровня. И вот в этом месте мы открываем позицию на покупку. Соответственно, вот эту точку входа мы могли бы получить, но скорее всего вряд ли. Мы перепроверяем. Первая дивергенция, вот она у нас есть, но у нас еще и вторая дивергенция есть. Эта дивергенция отработала свою коррекцию всего лишь, но есть вторая волна, на которую мы также можем разложить уровень ФИБа. И посмотреть, вот импульс откуда начался, и вот завершение этого импульса. То есть вот она дивергенция. И здесь мы также попадаем на вот эту точку входа. Единственное, что здесь импульс лучше начать, начало импульса взять за вот этот максимум. И здесь вот этот. И тогда мы ровненько получаем точку входа. После чего снова работаем на покупку. То есть мы здесь не ищем уровни коррекции. Мы здесь ищем точки разворота цены. Поэтому 0 у нас стоит на начале волны. 100% стоит всегда в конце волны, либо в конце импульса. После чего ищем точку входа на покупку. Позиции можно открывать двумя способами. Можно по касанию 130 уровня. То есть по сути можно работать отложенным ордером. А можно дожидаться закрытия цены ниже 130 уровня. И только потом уже открывать позицию. То есть более консервативная точка входа. Дожидаться закрытия цены за 130 уровнем. Более агрессивная работа. Это просто касание 130 уровня. После чего выставляем 100% и профит. И работаем. Смотрите, в этом месте возник вопрос. Где взять начало импульсной волны? Вот этот максимум. Вот этот или вот этот. То есть здесь получается, что у нас вышла некая нестыковка. Которая вносит неразбериху в точку входа. Потому что разный максимум ведет к разной точке входа. То есть здесь у нас был пробой. Здесь у нас четкое касание. А здесь даже один пункт недобой произошел. Поэтому нам нужно посмотреть, как же все-таки правильно наложить уровень фибоначи. Вот так, чтобы все делали точно так же. И у нас получалась вот эта точка входа. Но все имеются в виду не весь мир. А все, кто торгует по этой системе. Таких людей на самом деле не очень много. Поэтому не переживайте, что цена будет идти в обратную точку входа. Такого не произойдет. Вернее, цена может уйти. То есть стоп-лосс у нас может сработать. Для этого мы его выставляем. Но то, что по этой системе будет торговать 90% трейдеров. Ну это, сами понимаете, гердопол. Вот поэтому здесь для того, чтобы правильно наложить уровень фибоначи. Нам понадобится еще один инструмент. Это зигзаг. Заходим в раздел пользовательский. Находим индикатор зигзаг. Стандарт-раметр, если вы не уверены в том, что это стандартный, нажимаете кнопку сброс. И на кнопке у нас появляется вот такой индикатор. И этот индикатор, он нам четко указывает на то, как правильно накладывать уровни фибоначи на график. Единственное, сейчас сделаем им потемнее, чтобы они сливались со свечками. Ну, в принципе, достаточно. Вот так. Да. Теперь, что мы делаем. Мы находим минимум, с которого пошла дивергенция. То есть, первое, с чего мы начинаем анализ графика, это с поиска дивергенции. В тот момент, где пошла дивергенция. Вот он минимум. После чего по этому минимуму поднимаемся вверх на прямую линию зигзага. Вот она заканчивается. Так что здесь нам необходимо наложить уровень фибоначи. Вот таким вот образом. И тогда, вот в этом месте мы получаем точку входа. Все индикаторы, то есть, мы сидим зигзагом, используются со стандартными параметрами. Единственное, уровень фибоначи. Мы добавили уровень 130. Все остальное стандартно. Далее. Вторая дивергенция. Вот она. Минимум. Вот он. Соответственно, вот он минимум. Прямая линия зигзага. Вот она. Значит, здесь у нас идет начало импульса. А здесь у нас идет завершение этого импульса. И точка входа у нас попадает на вот эту цену. То есть, почти один в один с разворотом ценой наверх. И все. Больше нам здесь ничего не нужно искать. Давайте посмотрим вот эту ситуацию. Смотрите. Здесь у нас дивергенции как таковой нет. Как видите, вот в этом месте никакой дивергенции нет. Но в момент, когда все это происходило. И в момент, когда произошло касание 130 уровня. У нас, возможно, была дивергенция. Необходимо все это делать. Вот эта свечка. Эта свечка, которая коснулась 130 уровня. При этом, мы смотрим. Дивергенция сохранилась у нас в момент касания. Да, в момент касания дивергенция здесь сохранилась. По идее, можно было открывать позицию на продажу. Если консервативно открывать, то продажа была бы очень легко и принесла бы хорошую прибыль. Если агрессивно, то учился бы убыток. Но есть кое-какой нюанс, который в принципе запрещает открывать здесь позицию. Это именно то, что нулевой уровень ни в коем случае не должен обновиться. Здесь у нас минимум находится на отметке 1.0824. А здесь минимум находится на отметке 1.0821. Получается, что здесь нулевой уровень был перебит на 3 пункта. Так что вот в этом месте, вот эту точку входа на продажу мы не используем. Даже при условии, что наличие дивергенции присутствовало. Но зато у нас есть вторая волна, на которой мы можем положить уровень FIBA. И посмотреть, здесь вроде разворот хорошо произошел. Но у нас есть условие, что в момент, когда происходит касание, обязательно наличие дивергенции на индикаторе MACD и графике. Это мы здесь с точностью до гистограммы перепроверим, где у нас находилась она. И смотрим. Самая высокая гистограмма здесь была на отметке 481. Сейчас еще проверим. 479. 480. Эта гистограмма была на отметке 485. Получается, что здесь, к сожалению, дивергенция у нас не получилась, хотя позиция оказалась прибыльной. Дивергенция не получилась, и вот в этом месте продажу открывать было уже запрещено. Потому что гистограмма мы сидит чуть-чуть превысила свое предыдущее значение. А если бы у нас здесь было хотя бы одну сумму вниз, то можно будет отказаться на позицию на продажу. Далее смотрим вот в этом месте, бывали ли у нас дивергенции. То есть первое, на что обращаю внимание, это на наличие дивергенции. И смотрим момент, когда произошло срабатывание, что происходило. То есть когда произошло косание. Здесь мы видим, что да, к сожалению, в этом месте тоже дивер не получился. Хотя 130 уровень принес свои плоды, то есть дал некую свою прибыль. Но обязательно все-таки учитывать 130 уровень, иначе ничего не получится. В этом месте мы видим, что у нас и дивергенция сохранилась, и 1 в 1 произошло косание. Ну может быть погрешность там в 1 пункт произошла. То есть здесь у нас максимум где-то на отметке 76, а линия у нас находится на отметке 78 где-то. То есть где-то погрешность всего лишь 2 пункта. Сами понимаете, что для рынка Форекс и для периода H4 погрешность 2 пункта. Это крайне маленькая погрешность. Можно было наложить на вот эту волну еще инструмент Фибоначчи и подождать дивергенции там. Но здесь недобой был бы еще больше. То есть точки входа уже в принципе не получилось бы. Дальше. Какие валютные пары подходят для данной торговой стратегии? Абсолютно любые валютные пары. Здесь можно не заморачиваться. Любые валютные пары подходят под эту систему. Какие временные периоды использовать? Можно использовать период H1, можно использовать период H4. То есть 2 рекомендуемых временных периода. Это H1 и H4. Сколько стоп нужно ставить? На часовом периоде стоп выставляем 30 пунктов. На 4-часовом периоде стоп выставляем 40 пунктов. То есть просто фиксированный стоп. Куда поставить тейк профит? Минимальный. Обратите внимание на то, что минимальный тейк профит, на который выставляем тейк профит, это сотый уровень. То есть мы всегда вот здесь открываем позицию. Значит минимальный тейк профит это сотый уровень. Дальше, если мы думаем, что это будет разворот, тогда можно выбирать тейк профит и выставлять куда дальше. А если мы думаем, что это будет начало какого-то трендового движения, потому что часто будете попадать на глобальные развороты и начало каких-то трендовых движений. Вот в этой ситуации цена опустилась вниз на 500 пунктов. В этой ситуации цена опустилась вниз, хотя не получилась, на 200 пунктов. Можно получать иногда глобальные развороты, иногда можно просто коррекции по опусту, как в этой ситуации. Цена опустилась, дала там 80 пунктов и потом ушла обратно. Уже только вторая точка была разворотом на 300 пунктов. Часто бывает, что отрабатывает без дивера. Да, бывает, что отрабатывает без дивергенции. Но в системе предусмотрено наличие дивергенции все-таки. Поэтому на ваше усмотрение. Вы можете дополнить торговую тему и работать без учета дивергенции. Я рекомендую работать с учетом дивергенции. Но я знаю, Влад, что ты давно работаешь по этой системе, поэтому, возможно, ты уже приучился работать и без дивера. Но для новичков именно в этой торговой системе желательно работать с наличием дивергенции. Будет меньше сигналов, но меньше ошибок все-таки будет. Так, таймфрейм я сказал. Макт я прокомментировал. Параметры индикатора стандартные. Теперь давайте проведем анализ текущей торговой ситуации. И вы посмотрите, каким образом просто проводится анализ. То есть он проводится очень и очень легко и очень быстро. То есть первое, на что обращаем внимание, это наличие дивергенции. Если цена идет минус, а чувство, что разворот. Стоит ли пересидеть? Не стоит однозначно. Чувство появляется от того, что не хочется терять деньги. Вот источник возникновения вот этого чувства. Поэтому, если стоп-флоск большой, то это чувство обостряется. Если он маленький, вы спокойно закрываете, потом знаете, что вы еще раз перезайдете, если цена поедет в том же направлении. Так что нет, не поддавайтесь на эту иллюзию заработанных денег. Один раз у вас цена пожалеет и даст вам сумму денег, а второй раз заберет в два раза больше. Так, на что обращаем внимание. Дивергенции. Первое, на что обращаем внимание. Здесь видно, что если кто пойдет вниз, то будет дивергенция. Это очевидно. Получается, что нам необходимо будет наложить уровень Фибоначчи на разворота. Но для того, чтобы наложить уровень Фибоначчи, нам необходимо дождать момента, когда зигзаг бросит линию наверх. Мы никогда не раскладываем уровень Фиба на последнюю линию зигзага. То есть нам нужно дождаться линию вверх, только так можно разложить Фибоначчи. Поэтому зигзаг нам здесь не разрешает раскладывать уровень Фиба. А это говорит о том, что цена может пойти дальше вниз. Все правильно, вот. Зигзаг не дает. А здесь смотрим. Наличия дивергенции нет. Индикатор МСД вокруг нулевой отметки ходит. Здесь смотрим. Причем, заметьте, мы предвещаем наличие дивергенции. То есть ее еще нет, но мы предполагаем, что если цена сейчас пойдет вниз, то получится дивергенция на индикаторе МСД. Тогда можно искать точку входа на покупку. Ну, естественно, здесь вы видите, что зигзаг показывает нам четкую некую такую голову плечи, которая рисуется на этой валютной паре. Это можете поработать даже по этой фигуре. Впоследствии. Но, как вы знаете, иногда происходит пробой линии шеи, потом откат. Поэтому, скорее всего, пробой линии шеи произойдет. И откат пойдет с уровня 130. Потому что линия шеи у нас идет где-то вот таким вот образом. Вот она. И может получиться так, что цена дойдет до 20 уровня. Сделает откат для того, чтобы выбить всех по стопам, кто подтянул без убытки. А потом снова продолжит движение вниз. Поэтому то дело. Мы здесь ждем покупки. При этом мы замеряем потенциальную прибыль. Если потенциальная прибыль меньше, чем стоп-лост, то не работаем. В нашем случае потенциальная прибыль 100 пунктов. Риск 30 пунктов. Значит, здесь можно поработать. Дальше. Фунт H4. Наличия дивергиции нет. Работать мы не можем. Так, по евро-гене недавно сработала продажа по зигзагу. Хотя вот здесь, например, был недобой. В пределах 99, а цена была у нас на отметке 0,8. Здесь второй раз уже опасно было подходить. Потому что можно подумать, что уже отработка была. Но до сотого уровня не дошли. А потом уже был перебой почти на 30 пунктов вверх. И уже уход вниз на 190. Поэтому недавно отработка сигнала как-никак, но все-таки была. Это еще момент времени. Здесь мы работать не можем, к сожалению. Потому что зигзаг не разрешает. Наличие дивергенции возможно, но зигзаг не разрешает. Хотя здесь такая моделька очень похожа на то, что будет рывок цены наверх. Так, аж 4. Нету ничего. Так, здесь у нас доллар-канада. Так, доллар-канада. Здесь очень близко. Если цена пойдет наверх, то MACD тоже пойдет наверх и дивергенция исчезнет. Поэтому нет смысла здесь что-то делать. Вот здесь у нас так. А вот здесь можно сработать на покупку. Если пойдет вниз и не обнулится все-таки, дивергенция не исчезнет, либо не обнулится, тогда можно вот в этом месте сработать на покупку. Потенциал 80 пунктов. То есть больше, чем размер стопа. Так, здесь смотрим то же самое. Ну, корреля большая соблюдается. Если пойдет вниз, возможно сохранение дивергенции Австралия-доллар. Потенциальная прибыль равна стопу. Поэтому здесь подумайте, стоит открывать или не стоит. Здесь у нас в случае роста будет сигнал на продажу. Это будет где-то уровень 73 на понижение. Так, Новой Зеландия-доллар. Ничего. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Ну и здесь у нас возле нулевой отметки. То есть тоже ничего. Вот такая вот торговая система. Мы просто занимаем некую такую выжидательную, грубо говоря, позу. И ждем, когда цена подойдет к ключевым уровням. После чего начинаем действовать. А так, раз в день прошли, сделали раскладку, расставили алерты. Ну, алерты, к примеру, каким образом расставляете. Банально, звуковой сигнал. Говля. И звуковой сигнал. И когда цена подойдет, терминал, если он включен, то он подаст звуковой сигнал. И мы посмотрим, что у нас там есть. Если есть точка входа, то работаем. Можно стоп-лосс использовать фрактал. А где он у вас появит, фрактал? Для подтягивания стоп-лосса можно. А для установки его у вас чистое поле. У вас не будет где поставить его. То есть график там некуда будет его поставить. А для подтягивания стоп-лосса можно использовать фрактал. Когда выход будет где-то в этом месте. Так, эта точка входа. Где-то в этом месте вот получилось. Можно? Вопросы по данной торговой стратегии. Ну, я думаю, в принципе, понятно объяснил. Поэтому особо вопросы возникать не должны. Да, 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 еще. Для пятизначных терминалов стоп идет 300 на часовом периоде и 400 на четырехчасовом периоде. Это для четырехзначных терминалов стоп идет 30 пунктов и 40 пунктов, соответственно. То есть 30 на периоде H1 и 40 на периоде H4. Ну, хорошо. Если все понятно, на сегодня особо таких торговых едей не вижу, кроме пары фунт-доллар фигуры головоплечья. Поэтому и пара фунт-доллар также здесь еще рисует модельку некую такую разворотную. Поэтому поработайте по... Понаблюдайте за парой фунт-доллар и поищите варианты входов больше на продажу. В остальном пока не вижу каких-то таких явных признаков движения. Была запись стратегии 60 секунд для бинарных опционов? Запись была стратегии, но так как бинарные опционы вебинары отменили, то запись эту не разместили. Хотя я просил, но этого не сделали. Вы можете написать там, техподдержку сказать, потому что запись есть, она, скорее всего, на сервере осталась. Напишите, попросите ее выложить. То есть, возможно, вам ее выложат. Та системка, она еще и для Форекса, в принципе, тоже подойдет. То есть на 5-минутки ее можно даже на Форексе использовать. Хорошо, еще вопросы ко мне будут? Тогда спасибо вам за внимание. Хороших вам трейдов. И услышимся с вами уже завтра. Так, на М5 продолжение системы. Это что значит Влад? Совсем понял. Если вы пробуете эту торговую систему применять на периоде М5, не знаю, какие там результаты будут, какие стопы, какие профиты. На Довар Канаде раскладку показать? Заходить на М5 раньше так было. А, вы имеете в виду, что, да, можно. Ну, это уже для таких, которые любят дотошно входить в сделку, можно сделать такое. Так, давайте Довар Канаду, по Довар Канаде. На покупку будет уровень 1.2776. Если цена пойдет вниз. И будет наличие дивергенции. На продажу здесь можно сделать раскладку. В моем случае это нужно выставить take profit туда. Можно сделать раскладку, но мне кажется, что пока она дойдет до этого уровня, дивергенция просто исчезнет. Тогда цена может спокойно пойти к отметке 30.63 и выше. Поэтому здесь на периоде H1 30.3 на понижение. Так, а что касается точки входа на М5, да, смотрите, каким образом можно это сочетать. Опять-таки, дивергенция. Но это некий такой самый, может быть, любимый индикатор, потому что это первый инструмент, который принес мне прибыль, когда я только-только начинал торговать. Вернее, почем я умудрился зарабатывать. Смотрите, вот у нас точка входа. Я не знаю, добьет 5-минутка туда или нет. Должно добить. То есть вот у нас 130 уровень, где-то здесь произойдет касание. Далее мы уточняем момент входа, то есть перестраховываемся. Ищем наличие дивергенции на вот этом уровне. Так, единственное, где этот уровень? Здесь у нас погрешность недоболе очень высокая. Видите? Здесь три пункта, а потом неудобно подошло. И мы можем посмотреть, еще когда происходит касание, возможно, иногда на 5-минутке, когда происходит касание вот этого уровня, появляется дивергенция. И тогда уже заходить в позицию. Но здесь у нас, к сожалению, на 5-минутке дивергенции не было. Можно этот момент посмотреть на 15-минутке. То есть здесь ни один временной период, к сожалению, дивергенции не указало на то, что да, на самом деле, вот в этом месте есть точка входа. Такое подтверждение у нас, скорее всего, было на паре евро-иена вот здесь. То есть вот у нас был 130-й уровень. Вот он, складка. Вот 130-й уровень. Вот у нас подход к этому уровню очередной. Смотрим на периоде М5, как там развивались события. И здесь, да, здесь вот у нас фигурка голова-плечи появилась на индикаторе MACD. Видите? Момент подхода дивера не было, но потом вот здесь появилась голова-плечи и уже с этой головой-плечи у нас цена завалилась сразу же. И потом уже через какое-то время ушла довольно-таки хорошо вниз. Но это не всегда будет на 5-минутке такие подтверждения. То есть иногда такие вещи будут, они позволят вам что сделать? Поставить просто объем больше. А иногда и без этого будет цена разворачиваться. Но как дополнение, да, вы можете взять еще уточнить момент входа на 5-минутки и работать таким образом. Но я знаю, Влад просто давно работает по этой системе, и он уже как рыба в воде, в этой торговой системе, поэтому ему гораздо проще вот этот момент понять, что можно зайти на более мелкий временный период и уточнить момент входа. Но вам тоже полезно это делать. Когда вы видите на часовом периоде, что цена подошла к уровню 130, вы залезаете на более мелкие временные периоды и ищите подтверждение разворота. То есть подтверждение этой точки входа на какой-нибудь там стахастике, там уже перекупленность, перепроданность, хотя вряд ли стахастика ерунда. РСА лучше взять, например, МСД взять на наличие дивергенции, и у вас будет появляться дополнительная точка входа с наименьшим риском, а цель выставляете во более крупном временном периоде. И все. И тогда это будет работать, то есть вы сами повысите вероятность этой системы. Так, например, вы сейчас платите на более мелкие. Пожалуйста. Все, тогда еще раз всем спасибо за внимание, хороших вам трейдов, и услышимся с вами уже завтра. Всем пока.